В Бундестаге изменилось многое, но кое-что осталось неизменным. А именно количество депутатов с российско-немецкими корнями. На смену Антону Фризену и Вальдемару Херту, оба из АДГ, пришли Ойген Шмидт, тоже АДГ, и Натали Павлик из партии-победительницы этих выборов СДПГ. Но что случилось с Антоном и Вальдемаром? Неужели они не захотели переизбираться? Во-первых, два моих комитета, в которых я участвую, это международный комитет и комитет по правам человека. Это все международные деятельности. То есть это не деятельность у себя в округе. И получается, что я две недели в Берлине на регулярных заседаниях, а две недели меня посылают во все страны мира, и я обязан там представлять АМД, я обязан представлять Германию. И это избиратели внутри страны, они этого не видят. Им это, ну, чего это он катается, вот у нас тут проблемы. Я сейчас нахожусь в Москве по приглашению моих коллег-депутатов Госдумы, нового созыва. Мы будем обговаривать стратегию совместных действий в новом составе. Будем говорить о том, какие совместные проекты народной дипломатии и другие проекты, которые не попадают под санкционные запреты, можно развивать. В России звезда у нас на задних рядах. По Божьей воле и при поддержке Москвы. Так пишет о Вальдемаре Херте Оснабрюкерцайтунг, региональная газета, которая издается в его федеральной земле. В 2019 году Херд принимал участие в экономическом форуме в Крыму, вопреки официальной линии немецкого правительства и в нарушении законов Украины. Херд открыто и активно выступает за признание Крыма российской территорией. В его ближайших планах попытка избраться в Европарламент. Кстати, не первая. Пару лет назад, уже будучи депутатом Бундестага, он баллотировался в Европарламент от Латвии и не прошел. Я стал более свободен не только по режиму и времени, потому что депутатская парламентская деятельность, она занимает очень, если ей заниматься со всем сердцем, то она занимает огромное количество времени. Сейчас это время высвободилось, ну и другой мандат, конечно же, ограничивает во многих вещах. Завтра улетаю в Будапешт, там мы встречаемся с организацией, это европейский молитвенный завтрак. Наверняка будет встреча и с президентом, которому мне поручили вручить медали. То есть все продолжается и все даже красивее, чем, наверное, я себе представлял. Все правильнее сейчас. Привет, дорогие друзья. Вот и я, новенькая. На своем избирательном участке Херт проиграл не кому-то, а зампредседателя ХДС Сильвии Брейер. Популярный политик – одна из членов так называемой «Команды будущего», которая поддерживала в предвыборной кампании Армина Лашета. Она впервые вошла в парламент и теперь будет вместо Херта представлять регион «Ноенкирхенферден». Кстати, у них с Хертом одна на двоих главная ценность – благополучие семей. Когда мы говорим о будущем, мы должны говорить о семьях, миллионах семей, родителей и детей в Германии. Семьи – это самое ценное, что у нас есть. Быть родителями – самое большое приключение и самое большое испытание, которое можно пройти в жизни. Поэтому потребности семей должны быть в центре внимания. А вот Натали Павлик, которая приехала с родителями в Германию из города Восток под Тюменью, когда ей было всего 6 лет. Сейчас ей 28, и она – новый депутат Бундестага от партии СДПГ. Со своими избирателями Натали общается через Инстаграм. И там в прямой трансляции рассказала, что хочет работать в парламентском комитете трудовой и социальной политики, сельского хозяйства, а также в комитете спорта. Натали – увлечённая бегунья и использовала это в своей предвыборной кампании. Тема, из-за которой особенно болит моё сердце – это трудовая и социальная политика. В немецком парламенте я хочу заниматься именно этим и заботиться о том, чтобы люди, которые ежедневно работают на благо нашего общества и на которых оно, собственно, и держится, получали достойную зарплату, уважение и были уверены в своих пенсиях. Меня зовут Ойген Шмидт, мне 45 лет, я отец троих детей и дипломированный IT-специалист. Зелёные – определённо враги нашей страны, потому что их политика направлена против наших граждан, нашего благосостояния и нашей страны. Я хочу заниматься дигитализацией, это моя специальность, и в этой сфере я наилучшим образом могу применить своё ноу-хау и свои знания. Помимо дигитализации, Ойген Шмидт хочет стать голосом российских немцев и готов заняться непопулярной у депутатов внешней политикой. Уже давно известно, что Комитет по международным делам – один из самых непопулярных в Бундестаге. Так было всегда. Почему? Депутаты обычно рассуждают так. На выходные нам нужно ездить домой, в свой избирательный округ, а там члены партии, функционеры, избиратели спрашивают, что ты сделал для нас. И когда ты говоришь, я ездил в Конго или в Южный Судан или на восток Украины, избиратели говорят, ага, а больше тебе заняться нечем. Поэтому это зависит от того, смогут ли новые депутаты найти хорошие аргументы, чтобы убедить избирателей, что в современном мире не существует внешней политики, которая нас не касается. Это ещё к вопросу о том, насколько важны отношения с Россией и Украиной в этой предвыборной кампании, которая только что завершилась, вообще не важны. Потому что тебя, в смысле будущего немецкого депутата, избирают люди, которым гораздо важнее их сугубо региональные немецкие дела. Хотя, вообще-то, конечно, политика и в отношении России, или Украины связана с тем, например, сколько немцы будут платить за свет или тепло этой зимой. Свои соображения, мнения оставляйте в комментариях, а наша программа продолжается.